Вот тестирование. Ну, даже не столько в Java, сколько вообще тестирование. Ну, я думаю, что вы уже писали много-много-много программ, так или иначе их все равно тестировали, да, потому что мы не можем написать программу и быть уверенным, что она работает, пока мы ее хотя бы не запустим. Вот. Ну, соответственно, любой запуск, который не предназначен для работы с реальными данными, то есть в продакшене, это тестирование. То есть, да, то есть когда вы не работаете, не решаете реальную задачу, а решаете какую-то задачу с какими-то выдуманными данными и проверяете результат, это тестирование. Соответственно, тестировать вы можете ручками, чем вы, собственно, обычно не делаете, но в какой-то момент это все надоедает и хочется научиться тестировать программы автоматически. Вот. В целом автоматическое тестирование особо ничем от ручного не отличается, кроме того, что оно делается в компьютер. То есть, по сути дела, это означает, что вам нужно для вашего шутка протестировать, написать программу, которая будет тестировать вашу программу. То есть, автоматический тест — это просто программа, которая тестирует вашу программу, ну и как бы даёт ей на вход какие-то данные и проверяет результат. Тестирование можно классифицировать очень много разных способов, но мы пока будем его... То есть, мы будем говорить про то тестирование, которое касается непосредственно программистов, и, соответственно, будем тестировать приложение на нескольких уровнях. То есть, разумеется, при работе в каких-то там компаниях и всяких там этих хитрых организациях, как правило, есть специальные люди-тестировщики, но современные методологии программирования предполагают, что очень немаленькая часть задачи тестирования ложится на плечи, собственно, самих программистов. Вот. И, значит, собственно, программисты должны заниматься тестированием программы путём написания программ, которые тестируют вашу программу. Значит, если мы где-нибудь возьмём и рисуем нашу программу, да, вот, собственно, наша программа. Значит, программа состоит, ну, пускай будет из классов, что бы нам не сделать много классов, ну и так далее, так далее, так далее. Класс 1, класс 2, класс 2 использует... Класс 1 и класс 3 тоже используют, так далее, так далее. Собственно, пользователь использует всю программу. Значит, если вы тестируете всю программу в целом, да, то есть берёте всю программу и тестируете, и, соответственно, система тестирования. Вот. Ну, его, конечно, тоже можно автоматизировать, но это сложно, и мы, по крайней мере, сегодня этого делать не будем. Вот. Это тестирование вот на этом уровне. Значит, если мы тестируем отдельный класс, да, то есть берём отдельный класс, берём класс. У него там какие-то методы. Foo, bar, так далее, так далее. Если мы тестируем отдельный класс, то есть вызываем отдельные функции, придаём какие-то параметры, проверяем, как это результат, это, соответственно, так называемое модульное тестирование. То есть мы тестируем отдельный модуль нашего программы, но класс можно использовать как отдельный модуль, это модульное тестирование. Ну, модульное, в английской литературе используется такой термин как unit, и, в общем-то, не только в английской, но в общем-то, повсеместно используется. Собственно, юнит это модуль и выводное тестирование. Вот. Между ними есть еще один такой промежуточный этап между системным и модульным, так называемое интеграционное тестирование. Это когда мы тестируем несколько классов связки. Взяли мы наши два модуля и тестируем, как они вообще работают друг с другом. Любое тестирование так иначе заключается в том, что мы даем тестируемому объекту на вход какие-то данные и, соответственно, смотрим результат. Если результат совпадает, то окей. Если результат не совпадает, то, соответственно, не окей. Значит, надо что-то делать. Почему тесты хорошо автоматизировать? Тесты хорошо автоматизировать, потому что задачи, которые решает ваша программа, они, как правило, одни и те же. Они только добавляются и добавляются. Соответственно, каждый раз, когда вы в программе что-то изменили, программа может перестать делать то, что она должна была делать. Вот. Такое явление называется регрессией. То есть, когда вы вроде как добавляли новую фичу, а при этом сломалась старая фича. Ну и, соответственно, ручную тестировать вашу программу погодилось бы, тестировать всё каждый раз. Каждый раз вызывать функцию фу, каждый раз вызывать функцию бар, каждый раз кликать на все кнопочки вашей программы, проверять, что они работают. Соответственно, это очень-очень-очень утомляет, это занимает очень-очень много времени. Не всегда там можно увидеть все эти ошибки, поэтому очень хорошо ваша программа была покрыта, что называется, тестами. И все возможные варианты, как её можно было использовать, так или иначе были протестированы. Есть такая концепция, как тест-пирамид, пирамиды тестов, которая гласит, что вот эти тесты, интеграционные системные модули, должны выглядеть примерно вот так. То есть у вас должно быть… Так, это же, наверное, можно… Да, тут можно приехать в сторону. Прекрасно. Значит, что… Системных тестов должно быть не очень много, а тюни-тестов должно быть очень много. То есть количество тестов, оно вот примерно такое. Чем выше уровень абстракции тестов, чем более глобальные сущности они тестируют, тем, соответственно, тестов можно писать меньше. Я не знаю… Не могу сказать, что я полностью поддерживаю эту идею, но вот как бы современные умные дядьки, занимающиеся software engineering, они считают, что вот так. Соответственно, модульные тесты практически всегда пишут программисты, потому что только программисты работают с программой на уровне классов. Значит, все тесты для ваших классов, для ваших методов пишут программисты. Интеграционные тесты тоже, как правило, пишут программисты, потому что интеграционные тесты от модульных тестов уходят не очень далеко. Системные тесты тут, может быть, по-разному. Мне кажется, что, чтобы писать системные тесты, нужно иметь… Ну, в общем-то, нужно заниматься отдельно, и должны быть специально обученные люди, которые пишут системные тесты, но иногда этим тоже занимаются программисты, а тестеры тестируют только все ручками, ну или… Ну, или если все-таки к вашей программе очень сложно написать системные тесты, то системные тесты тестеры ручками, ну или автоматизируют это весьма условно, все равно для этого требуется какой-то человеческий контроль. Значит, но, как минимум, интеграционные тесты и модульные тесты – это, соответственно, на совести программистов. Значит, само по себе тестирование, еще раз повторю, это просто написание программы, которая будет за вас вызывать методы, вызывать… то есть, связывать классы и вызывать их в связке, или кликать на кнопочки в вашей программе «Смотреть результат». То есть, все то же самое, что вы делали ручками, просто вы делаете программу. И, по сути дела, любая автоматизация тестирования сводится тому, чтобы написать такие программы. Ну, разумеется, программисты уже несколько раз порешали эту задачу и имеют несколько уже готовых решений, так называемых фреймворков для тестирования. Самым популярным, пожалуй, для Java является фреймворк G-Unit. Да, вот как я тут правильно замечаю, несмотря на свое название со словом «Unit», он используется не только для юнит-тестов, он используется для интеграционных тестов примерно в том же объеме, что и для юнит-тестов. Ну, и для системных тестов его теоретически тоже можно использовать, и, в общем-то, тоже вполне можно. Значит, ну, теперь, собственно, практика. Как нам вообще заставить это… что это себе такое представляет этот самый G-Unit? Значит, как вы понимаете, нам нужно сейчас, чтобы протестировать нашу программу, написать программу. Но одна программа может тестировать какую-то одну задачу, поэтому по-хорошему нам сейчас придется написать много программ. Ну, чтобы, соответственно, все это не превращалось в дикую кашу, есть некое, как бы, уже соглашение о структуре, что мы добавляем в наш какую-нибудь… Ну, собственно, я тут делал на примере… Помните наш класс Book, который мы заполняли из ассоциативного массива? Ну, вот, собственно, на примере него я что-то, по-моему, хотел с этим поразвлекаться. Значит, вот у нас есть пом для нашего класса. Вот мы здесь сделали… добавили в него, собственно, этот G-Unit. Причем, по-моему, во многих случаях G-Unit автоматически подключается, во многих этих архетипах Mavina они автоматически подключаются. Ну, вот, кстати, да, я его сейчас подключил, и вот G-Unit мне уже сказал, что у меня тут есть Test Dependencies, у меня есть Source… А, пакета Source у меня нет, ну, ладно. Я думаю, что, если тут очень захотеть, можно создать даже сразу класс Test. А, Unit Test есть. Ну, можно создать Unit Test. Вот, ну, собственно, он просит назвать ему какой-то им пакета, какой у нас там был ру. Ну, и, соответственно, можем дать ему какое-нибудь название. Чем? Book Test. Ну, окей. Ну, пускай будет. Так. Значит, ну, и вот, собственно, NetBeans для нас генерировал класс простейшего теста. Он пока, правда, ничего не делает, но, вот, собственно, ничего у него есть. Значит, он в Mavina, он лежит по пути. Видите, да, вот этот путь. Там вместо Source – Test. Ну, да, все тогда, вон, мышкой у него введу. Ну, в общем, вот как-то так. Он лежит в папочке Test. То есть, по сути дела, у вас теперь все исходники вашего проекта поделены на исходники для, собственно, исходники-исходники, которые занимаются основной логикой вашей программы, и, соответственно, тесты. Причем объемы кода, которые будут написаны для тестирования, как правило, вполне сопоставимы с объемами кода, которые реализуют сам функционал вашей программы. Ну, есть такое, какое-то замечание, что объемы тестов должны быть примерно 60% от объема кода основного, но мне кажется, что это может быть даже больше, и в целом даже если объем тестов превышает объем кода, это тоже, в общем-то, допустимо, может быть даже свидетельствует о том, что у вас хорошо протестирована программа. Ну, собственно, тесты. Значит, это все можно пока, на это все пока можно не смотреть, просто у любого этого самого класса можно написать много методов с аннотацией test. Добавляем методу аннотацию test. Вот один тест. Можем сделать много таких методов. Не знаю, hello2, hello3. И, собственно, потом мы тест можем запустить. Значит, здесь мы тест запускаем. Ну, например, можем запустить и нет бинса. Он, по сути дела, возьмет и запустит вот эти две наших функции и как бы выполнит ее и посмотрит, что случилось. Значит, внутри этих функций мы должны, собственно, написать проверку. Так, когда вы написали какой-то класс, вам хочется его как-то запускать с разными параметрами, смотрите как на себя видео. Ну, собственно, вот в этих методах с аннотацией test вам нужно это сделать. Ну, вот, примером, у меня вот был тест. Да, у нас там, помните, да? Помните, что делал метод object? По-моему, он в класс object переводил наш мэп. Вот, у нас, да, собственно, это он и делал. У нас там был класс book, у него были какие-то поля, титул и автор. И у нас была функция to object, которая позволяла нам в виде ассоциативного массива задавать поля нашего класса. Да, у нас был ассоциативный массив, в нем было поле автор и поле титул, и, соответственно, функция to object при помощи рефлексии заносила нам эти поля, то есть эти элементы ассоциативного массива в поля нашего класса object. Да, то есть они автоматически вставлялись сюда, и нам не нужно было писать кучу-кучу вот такого вот одинакового кода. Помните такую историю? Вот, не знаю, куда я его там делал, но давайте мы его чё-то скопипастим. Вообще, кстати говоря, иногда это нормально, что вы сначала пишете тест, а потом только пишете, собственно, функцию, которую вы хотите сделать. Ну, у нас уже как бы всё написано, поэтому... Значит, вот, собственно, мы написали эту самую функцию Mapper, и вот теперь мы хотим её протестировать. Как мы её можем протестировать? Ну, мы можем её протестировать, просто подав ей на вход разные варианты, посмотрев, получилось ли у неё сделать то, что она должна была сделать, или не получилось. Ну, в частности, здесь мы хотим подать ей на вход, да, вот такой вариант. Автор – мартин фаулер, титул – рефакторинг, и увидеть, что поле автор стало равным мартин фаулер, а поле title стало равным рефакторинг. Соответственно, вот мы берём код, ну, и, собственно, его пишем в нашем тесте. Вот. Значит, из необычных функций здесь есть только вот эти функции assert, но я думаю, что вполне можно догадаться, что они делают, если вы помните assert из C++. Да, наверное, вы помните assert из C++, а, может, не помните assert из C++, но, короче говоря, assert – это такие специальные функции, которые проверяют просто некоторые условия. assert equals, соответственно, проверяет, что это равно этому, ну, точнее, equals, да, используя javascript метод equals, а это равно этому. Соответственно, если что-то из этого оказалось не равно, то он выбрасывает исключение. Соответственно, если выбросилось это исключение, то тест прошёл неудачно. Если оно не выбросилось, и тест закончился нормально, то, значит, всё окей. Значит, ну, это был один наш тест, а второй наш тест был то, что у нас вместо поля автора могу использовать псевдоним под названием Creator. Было дело? Да, вот. Ну, соответственно, вот напишем второй тест. Это будет наш второй тест. Ну, можем их запустить. Можем запустить их, опять же, отсюда. Можем запустить их run test project отсюда. Можем запустить Mavin. У него есть команда mvntest, соответственно, он прогоняет все тесты. И поэтому все, короче, современные фреймворки для Java очень неплохо умеют, ну, в смысле, системы сборки для Java имеют неплохо запускать тесты из коробки всех находить и подцеплять. Ну, давайте из Nibbins, из Nibbins как-то наглядней запускаем наш тест. А, кстати, Nibbins, судя всему, сам запускает Mavin при этом. Вот, он, соответственно, запустил Mavin. Mavin тут ему показал, что один тест сработал, другой не сработал. Ну, и вот он нам в такой красивой картинке показал. Один тест сработал. Все прошло окей. А второй тест не сработал. Тест упал. Вот. Говорит, что ожидалось, что будет Мартин Фаулер, а был null. Вот в этой самой строчке. И мы теперь тут ходим и думаем, а что же прошло не так? Ну, и что у нас пошло не так? Господа, это вроде не очень сложно. Что-то как-то это. Ну, там вроде creator, а должен быть автор. Нет? Ну, да. Но у нас еще должен работать этот псевдоним. Как вы помните. То есть у нас с автором creator работало, но мы добавили в класс book специальную аннотацию field alias, которая вроде как замещает. Но метод mapper to object я скопировал, скопипластивом не стало места, поэтому как бы у меня все и сломалось. А теперь если мы найдем то место, где мы таки использовали аннотации, и скопипластим этот метод отсюда, то, соответственно, теперь мы запускаем это дело, и все у нас прекрасно проходит. Оба теста прошли. Вот. Все у нас такое красивое, зелененькое, радостное. Вот. Значит, чем это нас радует? Значит, это нас радует тем, что весь этот код, которым мы тестировали нашу программу, он у нас тут записался и сохранился. То есть, да, каждый раз, когда вы написали какую-то полезную функциональность, да, типа этого класса, вы все равно захотите его потестить. Да, ведь мы же все равно писали этот код для того, чтобы потестить. Да? Помните, что мы писали этот код? Вот. Я, правда, его не запускал, потому что вы поверили мне на слово. Вот. Но, по-хорошему, нам, чтобы как-то вызывать наш метод, то есть, в принципе, постройку мы писали метод, мы не можем успокоиться, пока мы его как-то не запустим и не протестим. Вот, собственно, юнит-тест — это прекрасный способ это сделать. Потому что, как только вы это здесь написали, это все сохранится навсегда. И теперь, когда вы будете, там, не знаю, добавлять новые аннотации, измените класс этот field alias, чтобы он мог не один alias хранить, а несколько alias. Вы, по помощи этих тестов, сможете всегда проверить, что у вас ничего не сломалось, что все то, что работало до, работает до сих пор. То есть, грубо говоря, мы переходим от модульных тестов к интегра? Нет. В самом случае, это модульный тест. Поскольку он тестирует, на самом деле всего... Но если новые фишки добавлять? Ну как, фишки мы можем добавлять много. Мы можем поведение самой функции toObject изменить, можем аннотации какие-то поменять. Все это можем поменять. Но тестируем мы пока просто работу одной функции toObject. Поэтому это модульный тест. То есть, это не интеграционный тест. То есть, тесты... Нет, ну, в принципе, конечно, можно сказать, что класс Mapper использует внутри себя класс Book и там тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но поскольку все это происходит внутри и под капотом, в данном случае это модульный тест. И, как бы, мы тестируем поведение всего одной функции. Но, конечно, функция может внутри себя быть довольно сложной. Ну, вообще говоря, я согласен, что тут такая, как бы, грань несколько зыбкая. Поэтому, собственно, поэтому для тестирования интеграционного и для модульного тестирования используются практически одни и те же инструменты. И зачастую сложно понять, где вообще конкретная грань между модульным и интеграционным. Считается, что все, чего не используют там какие-то там базы данных, файловые системы и тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, можно считать модульным тестом. А если начинаются какие-то более сложные прибамбасы, то это уже интеграционные тесты. Но, честно говоря, провести такую четкую грань я, например, не могу. Но этот тест я бы назвал все-таки модульным, а не интеграционным, потому что мы тестируем всего лишь на всего одну функцию. Но идея в том, что вы написали тесты, убедились, что то, что вам нужно, работает, и, соответственно, дальше пишете код. И наличие этих самых тестов, оно очень вас не силы успокаивает. То, что любое ваше изменение, все, что может сломаться, оно как бы не ломается, а если что-то сломалось, то вы об этом довольно быстро узнаете. А не когда-то там, не скоро, когда вы уже забыли, что вы, собственно, редактировали. Именно поэтому тесты очень хорошо, и вообще по такому самому канону любая ваша функция должна проверяться каким-то тестом. И добиться этого не очень сложно, потому что каждый раз, когда вам писали какую-то функцию, вам же хочется проверить, работает ли она. Так ведь? Каждый раз, когда вы пишете вашу программу. Вот. И когда вам хочется проверить, работает ли она, вот чтобы вот реализовать это желание проверить, пишите тест. Вы не просто запускаете вашу программу с разными параметрами, а вы пишете им маленькую-маленькую функцию, где-то там в специальной папочке, которая эту вашу программу запускает, ну, эту вашу функцию или этот ваш класс запускает с какими-то параметрами, и потом в конце пишет по помощи асертов, убеждается, что она работает. Если вы так сделали, то надежность вашего пола очень сильно возрастет, и вы сможете без проблем его дальше рефакторить и спокойно при этом спать. Потому что, пока вы пишете простые лапы, в общем-то, ну да, их несложно протестить ручками. Но как только ваша программа вырастет, ну, не знаю, там, до размера хотя бы там несколько тысяч строк кода и несколько-нескольких функций, если у вас нет ни одного теста, вы попадете в такую неприятную ситуацию, когда любое изменение вашего кода ломает какое-то другое изменение. И, несмотря на наличие всех этих систем контрольной версии, вы будете бояться менять свой код. То есть это работает, не трогая это, потому что вдруг перестанет работать. И поэтому код все равно начинает портиться, вы не можете добавлять новые фичи в ваши проекты, короче, ваш проект загибается, конкуренты выходят на рынок быстрее, занимают его, а вы идете, не знаю, торговать на рынок помидором. Вот, поэтому пишите тесты. Чем раньше вы приучите себя писать тесты ко всему, чему только можно, но ко всему, на что у вас хватает способности написать тесты, тем более хорошим программистом вы станете. Вот ваша прокурная слуга имеется с тестами не самое хорошее отношение, то есть он их, конечно, пишет, но у него есть другая проблема, о которой сейчас поговорим позже. Поэтому, собственно, не повторяйте моих ошибок, пишите, учитесь писать тесты с самого начала и относитесь к тестам почти так же серьезно, как вы относитесь к самому коду, а может быть даже еще серьезней. Потому что если вы этого не будете делать, то все будет очень-очень плохо. Никакие проекты сложнее лапы вы писать в итоге не сможете. Да. Вот, собственно, тут команды burn test. Там-т-т-т-т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Вот. Другой важный момент по поводу тестов. Вот, собственно, про который только что хотел сказать. Да, вот мы сейчас посмотрели на эту штуку. Вот вы так можете сходу понять из этого, как работает функция ToObject? Просто, поглядев на тесты, понять, как она работает. . не как она работает? Скорее, что она вернет. Ну да, то есть не как она работает, правильно, а что она делает? Вот. То есть не как она работает, что она делает. Можете из теста понять, что она делает? Ну да. Ну, вообще говоря, из этого теста можно понять, из этого теста не очень понятно, что она делает, потому что как бы есть некоторый косяк и некоторая неочевидность. Вот. Поэтому, может быть, здесь стоит написать комментарий. То есть тесты во многом гораздо в большей степени, чем коды, нуждаются в написании комментарий. То есть, может быть, здесь нужно написать комментарий, что это, что creator market as field alias. Может быть, как-то еще это сделать, не знаю. Но по-хорошему тесты нужно писать так, чтобы, посмотрев на тесты, можно было понять, что делает, собственно, тестированный объект. То есть, в идеале тесты являются документацией к вашему коду. Вообще говоря, современные технологии написания теста приводят к тому, чтобы писать вот этот код теста примерно так, чтобы он и выглядел как документация. То есть, не только являлся ей и выражал ее суть, но еще выглядел как документация. И вот в G-Unit не то чтобы в этом вопросе повыспел, но у него есть некий посластитель синтаксиса. Вот, например, он выглядит вот так. То есть, если сделать вот такой тут импорт так называемых матчеров, то вместо вот этого кода, которому там цель, можем писать вот такой код. Давайте напишем даже их тут вместе. То есть, если на него посмотреть, делают они примерно то же самое. Но если вот его взять и прочитать, можно заметить, что этот код читается лучше. Да, то есть, здесь написано assert tackles. То есть, мы это читаем, что убедиться в том, что вот эта переменная равна вот этой переменной. Ну окей, и следующим ходом наш мозг в состоянии подумать, что это переменная это getAutor, а это, собственно, переменная, с которой мы хотели убедиться. А здесь мы просто читаем, как на красивом английском языке. Убедиться, что o getAutor является, то есть, из Мартин Фауля. Убедиться, что титул рефакторинг. И несмотря на то, что технически изменилось очень мало чего, читаемость такого кода стала лучше. Согласны со мной? Ну да, более читабельно. Вот. Поэтому, собственно, используется вот такая концепция. Вот у вашего какого-то услуги с этим большие проблемы. У него тесты превращаются в время в нечитаемое месиво. Что с этим делать, пока не очень придумал. Но, в общем, если что, вот есть такие инструменты, как, например, вот этот самый AcerZ. Мне они кажутся не очень серьезными, но, видимо, я в этом не прав, и мне нужно как раз больше людям практиковаться. Ну вот, вы можете начать это делать уже сейчас. Вообще говоря, есть такие терминальные стадии этой идеи описания тестов по помощи domain-specific languages. Да, то есть вообще вот эта штука, по сути дела, она свелась только тому, что мы в наш язык добавили несколько глупых функций. Функция is, как вы можете понять, довольно глупая. Она ничего не делает. Она просто сравнивает передаваемое значение с передаваемым объектом. То есть зачем писать такую функцию, непонятно, потому что такая функция уже есть. Она называется equals. Согласны со мной? Но ее специально написали, чтобы сделать код, который фактически описывает поведение нашего класса. Вот. Но такая концепция, да, называется, собственно, DSL, domain-specific languages. То есть мы изменили имена наших функций, чтобы они отражали семантику нашей задачи. Вот. В данном случае это было модульное тестирование, поэтому тут как бы все довольно просто. На системном тестировании семантикой вашей задачи будет поведение вашей программы. И для этого можно либо придумывать какие-то более высокороневые DSL, либо воспользоваться таким прикольным фрамлорком GBHave. Но я вам просто покажу, что он делает, потому что это довольно впечатляюще. Значит, смотрите. Вы пишете тесты вообще вот так вот. То есть ваш тест – это просто текст, описывающий то, как она должна вести себя ваша программа. Точнее, даже не как вести ваша программа, а как она должна как бы вести себя с точки зрения пользователя. Знаете, что такое UserStory? Нет. А, то у вас Павел Алексеевич там еще как в станке не работает, то если работает, он вам, наверное, в следующем семестре про это расскажет, про UserStory. Но, короче говоря, UserStory – это один из способов описания требований к вашей программе. Поскольку, как вы понимаете, ну да, вот так, как записать задание, что делает ваша программа. И вот один из вариантов, как это писать, это писать, что пользователь должен увидеть в том или ином случае. Как это можно сделать? Проще всего это просто написать тест. Да, что если тест, что если, типа, а это трейдер, который, ну, короче, обращает внимание на какой-то статус. Значит, если там трэш-холл равен 15, значит, то есть, если порог этого самого алерта равен 15 и сток торгуется на 5, значит, тогда алерт должен быть выключен. Когда этот самый сток торгуется на 16, алерт должен быть включен. Ну, логично, да? Понятно, что это делается, что здесь происходит. А при этом, по сути дело, это обычный текст, но есть специальный java-класс, который описывает, как бы, что на самом деле, то есть, в какой код переводится каждая вот эта самая строчка. Она переводится вот в такой вот, как бы, по помощи туда такой код. То есть, каждая эта строчка соответствует вызову определенного метода. Соответственно, given дает какие-то изначальные условия, when, собственно, дает, проверяет, описывает то, что вы, собственно, хотите протестировать, и then, собственно, проверяет, что сработало или не сработало. Ну, а суть, то есть, ну, ладно, может быть, это несколько сложно, но суть... Мы пишем просто этот user story, да? Да, то есть, вы пишете user story, а тест, то есть, и эта ваша user story является, по сути дела, тестом. Но есть, как бы, специальное правило, где-то там на фоне описанное про то, как эти user story в тесты транслируются. Вот. Но ваш... Но тест описывается практически документацией. То есть, вы имеете, так называемую, executable documentation. Исполняемую документацию. То есть, то, что вам написал ТЗ, ваш заказчик, да, техническое задание, фактически будет превращаться в код для ваших тестов. Ну, вот, короче говоря, это очень круто. Потому что вы фактически убиваете двух зайцев на руку. Вы имеете сразу и документацию, и тесты для вашего проекта. Потому что, как вы понимаете, писать документацию программистов заставить сложно. Писать тесты гораздо веселее. И еще очень большая проблема с документацией тем, что документацию часто забывают обновлять. А тут вы не забудете обновить документацию. Потому что, если документации будет что-то не соответствовать тому, как работает ваша программа, ваши тесты просто упадут. Поэтому, короче говоря, в таком, в идеале, тесты должны стремиться в том, чтобы быть в вашей документации. И существуют фреймворки, которые позволяют писать тесты просто говоря красивым английским, ну или в принципе русским. Я думаю, что ничто не мешает здесь это делать и по-русски. Поэтому, в общем, вот как-то так. Как просто написание тестов. Но эта штука больше касается, скажем так, системного тестирования. Потому что, да, это уже системный, то есть такой тест на системном уровне. Но, в принципе, даже ваши юнит-тесты должны стремиться к этому. Понятная идея? Николай Борисович, а вот такой вопрос. Вот когда мы пишем, ну, в G-unity, скажем, тесты, то, мне интересно, в продакшене, кто с ними соприкасается, помимо программиста? То есть, тестировщик, понятно. Никто. Тестировщик даже с ними не соприкасается. Вообще, юнит-тесты это дело программистов. Программисты пишут, по сути, делают для себя. Потому что, чтобы быть уверенным, что ваш код правильно работает. С юнит-тестами никто не соприкасается. Вот с такими тестами могут соприкасаться и тестировщики, и менеджеры, и какие-то, видите, как это называется, специалисты по требованиям, технические писатели и прочее, прочее. С такими тестами будет соприкасаться. Потому что вообще программистам не надо будет дальше прочитать такой тест, даже чтобы его поправить. А с юнит-тестами работают сами программисты. Но тут, конечно, есть такой некоторый нюанс, кого считать тестером и вообще что входит в обязанности тестировщиков, то есть есть такое как бы мнение, что тестеры, то есть что тесты должны писать тестеры, но, в общем-то, в современных методологиях программирования это воспринимается как шутка. Потому что юнит-тесты и интеграционные тесты писать должны программисты, а тестировщики занимаются более высоковольными задачами, какими-то такими, как там. То есть тестировщики занимаются этими тестами, которые сложно автоматизировать, или которые сложно полностью автоматизировать, а можно автоматизировать только частично. Которые требуют человеческого внимания постоянно. Юнит-тесты не требуют человеческого внимания. Вы их написали, и в принципе этот тест может жить тут веками. Если от этой функции, то обжиг требуется всегда такое поведение, а, как правило, базовое поведение не меняется в течение многих-многих лет, вы имеете этот тест в течение, то есть этот код этого теста не будет меняться много-много-много лет. И это нормально. Но зато вы уверены, что эта функциональность всегда работает в вашей программе. Да, значит, кроме вот этого jbhav есть концепции по тому, как вписывать вот эти dsl в множество ваших языков программирования. В java dsl получается только на таком уровне, хотя там можно посмотреть, там есть и более красивые случаи его поведения. Да, типа там response string или содержит contain string или содержит color. Там где-то тут еще были какие-то красивые примеры. Ну, в общем, короче говоря, там много всех этих интересных матчеров, которые вам позволяют писать тесты практически на красивом английском языке, но все эти скобочки, конечно, они не очень радуют, поэтому во многих других языках программирования под jvm, типа груви или типа скалы, можно писать тесты в таком, ну, более таком красивом виде. Типа вы пишете when, типа, когда случается такое, тогда ожидается такое. Ну, в смысле, когда случается такое, ожидается такое-такое. Там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, или вот на скале тест. Stack должен там выкидывать значения в порядке, в обратном порядке тому, как они добавляли в таком-таком-то выражении. Вот. Pop should be 2. То есть вместо того, чтобы взять просто сравнить pop равно-равно 2, мы пишем should be. Казалось бы, слов больше, но мозг работает по-другому. Вы уже воспринимаете это не как какой-то проверка какого-то условия, а вы воспринимаете это как некое требование, какая-то некоторая задача. Поэтому, собственно, многие тесты стремятся именно к этому. Но... и, в общем, должны стремиться именно к этому. Ну, в общем, пока, наверное, если мы изучаем пока все-таки только Java, то вот этого или этого будет достаточно. Ну, вот у меня проблема может быть в том, что я как раз ограничивался этим. И сейчас я понимаю, что несмотря на то, что разница по коду небольшая, разница по смыслу сильно меняется. Поэтому рекомендую все-таки попытаться проникнуться вот этой философией, когда мы пишем простые функции, которые делают все, что уже 10 раз сделано, просто для того, чтобы повысить читаемость.